Торпеда Белас и Неман претендует на медали чемпионата, а значит и на Еврокубке, где платят хорошие деньги. А очень хорошие деньги платят в Лиге чемпионов, туда и стремится Гродно. До конца чемпионата пять туров, времени исправить ошибки уже фактически нет. Но в прошлую пятницу эти два клуба делили между собой три очка, и совершенно точно никаких компромиссов быть не могло. Клубы возглавляют двое горячих мужчин, которых нередко штрафуют и отправляют смотреть футбол с трибуны. И Неман, и Торпеда меньше всех пропустили в чемпионате. Все это я веду к тому, что сама игра в Жодино не обещала некую эстетику, но имела высочайшую эмоциональную напряженность. Ее прочувствовал и наш корреспондент Александр Якубовский, работавший с Буровки. Оба клуба и Торпеда Белас и Неман на международную паузу уходили в хорошем настроении. Автозаводцы победили «Нафтана», «Гродненцы» — «Белшину». К слову, трио из Гродно Карлос Алос Феррер пригласил в главную команду страны. И две нищих с лидерами нашей группы, румынами и швейцарцами, достойны результат октябрьского сбора. Это результаты, которые говорят, прежде всего, о потенциале наших сборной, наших ребят. И все могли увидеть, что они могут. И я надеюсь, что они еще больше поверят в свои силы. Нынешний тренерский состав проделал большую работу. И мы это видим, говорится, невооруженным взглядом. Но еще больше это заметно, когда ты наблюдаешь за этим воочию в тренировочном процессе. В том числе и на теоретических занятиях. Поэтому это результат прекрасной работы. И я уверен, что дальше будет лучше. Конечно, мы все хотим побед, но не все сразу, все должно прийти постепенно. Благодарны тому, как он выстраивает вот эту даже методическую работу по планированию сбора, по анализу сбора. И он регулярно отмечает, что он хочет познакомиться с максимально большим количеством ребят. Он держит на карандаше, скажем так, не 23 футболиста, а практически 50. Поэтому в этом плане я надеюсь, что у него запал будет действительно гореть. И желание совершенствовать нашу команду у него будет только умножаться. Мы два года не побеждали, все ждали хоть чего-то. Сейчас мы играем в ничью со Швейцарией, в голевую ничью, забиваем три. И мы расстроены от того, что мы играем в ничью с такой командой, которая, извините, 15-я в рейтинге FIFA. Поэтому седьмая в рейтинге UEFA. Поэтому тут ждать чего-то или требовать чего-то большего здесь и сейчас, конечно, очень сложно. Я надеюсь, что они снимут с себя этот груз и вдохновятся той энергетикой, которой их заряжает тренерский штаб и, в частности, Карлос. И снова вызов в сборную получил Егор Пархоменко. Но пока 20-летний защитник Немана за белых крылов так и не дебютировал. Может, что-то видит, какой-то потенциал. Посмотрим на будущее, рассматривает. Будет видно дальше. Наблюдал со стороны, но эмоции были очень-очень сильные. Когда на 8-й минуте было 1-3 в нашу пользу, мы уже, честно говоря, уже немножко праздновали даже, возможно, какую-то минуту. А потом так случилось, что осадили нас. Поэтому, ну, конечно, обидно было утаковать победу. В целом, 3-3 тоже хороший результат. Не было таких настроений, что там отбиться только. Что топ-игроки, я считаю, что у нас в команде собраны были тот вызов. Отличные игроки, которые абсолютно достойно сыграли с таким именительным соперником. И даже тот факт, что Карлос в раздевалке сказал, чтобы все подняли головы, это отличный результат, это топ-сборная. И мы на фоне этой команды выглядели более чем достойно, я так считаю. Почему бы достойно не закончить этот отбор, набрать максимальное количество очков? Это тоже одна из целей. Я считаю, что, наверное, так и стоит поступить. Не таким позитивным выдалось турне для молодежной сборной. И это связано не только с результатами. 1-6 уступили Португалии и 0-2 Хорватии. В неприятную историю команда попала после встречи с перемейцами. А Руслан Лисакович оказался в больнице с сотрясением мозга. Но эта история не про алкоголь, уверен в том числе и брат игрока Дмитрий. Что тут говорить? У моего брата есть агент. Если вы хотите что-то узнать, есть представители федерации, позвоните им, я думаю, они вам все объясняют, что касается моего брата. Я просто спросил, как у него здоровье, и мы общаемся с ним каждый день. Все хорошо. Не могло бы речь идти о нарушении режима? Я же говорю вам, позвоните, есть федерация, есть агент, все расскажем. Ну, проще у брата спросить. Ну, я не верю в то, что брат мог нарушить режим. А это уже эмоции Дмитрия Молоша. Автозаводцы в компенсированное время вырвали ничью в матче с Неманом 1-1. Кирилл Премудров принес хозяевам 1 балл. Хотя наставнику Торпедо БелАЗ вечером в пятницу пришлось изрядно поволноваться. Я уже вот это не могу смотреть. Ну, это какой-то... Дай мне все. Дай мне все. Дай мне все. Дай мне все. Было бы очень-очень обидно проиграть по такой игре. И, слава богу, в который раз мы в этом сезоне спасаемся на последних минутах, значит, у команды есть какой-то стержень, характер. И, ну, ничья, так скажем, ни нам, ни Гродно. И, к сожалению, не довольны мы результатом. В пользу «Динамо», в принципе. Ну, получается так. Из этих 12 ничьих было бы даже лучше, мне кажется, из них 6 выиграть, 6 проиграть. Мы бы и то набрали больше очков, чем с этими 12 ничьями. Не хочется быть командой, которая такая дружелюбная. Ну, блин, 12 игр – это почти полуигр чемпионата. То есть 12 игр мы сыграли в ничью. Из 12 игр больше половины, я считаю, что это там, где мы просто упустили победу. Это дружелюбие у нас немножко поднадоело. У нас, наоборот, дерзкая команда, недружелюбная. Но на поле пока выходит так, значит, не хватает нам исполнительского мастерства в завершении. Да, может, недорабатываем где-то. К этому надо только так относиться. Искать, в чем проблема, ни в коем случае не довольствоваться этими ничьями. И считать, что как-то все идет. Мы боремся с этим. Мы рассматривали, что матч будет такой более интенсивный с их стороны. Поэтому мы чуть менее активно играли, может быть, чем прошлые игры наши. Поэтому от соперника отталкивались. Поэтому в этом матче немножко с оборонкой сыграли. Погоня за «Динамо» продолжается, разумеется. Мы ни за кем не гонимся. Мы готовимся к игре с «Сыслочью». Поэтому «Динамо» пусть играет в свои игры. Мы будем играть в свои игры. И 2 декабря вы увидите результат. Лидер пока действует безукоризненно. 7 побед к ряду. В столичном дерби «Динамо» обыгрывает Минск 1-0. И теперь опережает в турнирной таблице «Неман» на 5 очков. Вашему вниманию результаты всех матчей тура. Побед добиваются Батте и Гомель. А значит, борьба за медали первенства нас ожидает очень жаркая. Как минимум 5 команд претендуют на бронзу первенства. Шахтер благодаря виктории в Бобруйске отрывается от Белшины на спасительной 13-й строчке. Да и энергетик БГУ собирается побороться с коллективом Виталия Павлова за позицию стыковых матчей. Всего 5 баллов уже разделяют клубы. 26-й тур стартует уже в пятницу. Как раз матчем студентов против Сморгонии.